Голгибер Таркеда Владимир Номер первый Артём Ковешников Полузащитник футбольного клуба Текстильщик Иванова номер седьмой Рустам Вазентинов Полузащитник футбольного клуба Номер девятый Андрей Никитин Полузащитник Ставрополь Агросоюз Чемпион столово-больского края Номер одиннадцатый Кандемир Нокушев И вот это клубник Игрок команды Ставрополь Агросоюз Номер пятнадцатый Санбал Аптегиев Нападающий команды Амкал Номер девятнадцатый Касилин Алексей Полузащитник команды Агрос Номер двадцатый Вадимир Марухин Центральной защитник команды ТЭП Варнаул Номер двадцать второй Никита Павич Нападающий Динамо Брянск Воспитание московского смартфона Игрок сборной России Немнадцать на чемпионате Европы Номер двадцать четвертый Даниил Лопатер Он защитник команды Звезда Санкт-Петербург Игрок четвертый Четырех созывов юношеских сборных России Номер двадцать четвертый Дмитрий Великородный Полузащитник футбольного клуба Соколинец Артем Поликарпов Нападающий футбольного клуба Звезда Санкт-Петербург Номер семьдесят седьмой Павел Кудряшов Вратарь команды Амкал Номер восемьдесят первый Александр Моменко Нападающий Зенит Ижевск Номер девяносто третий Даниил Наговицын Тренер команды Заур Тельнея Павания Это путь регионов Их соперники Путь РПЛ Полузащитник ФК Ростов Номер восьмой Алексей Миронов Нападающий команда Крылья Советов Номер девятый Сергей Тимяев Нападающий Команда Спартак Чемпион России Обладатель Кубка и Супер Кубка страны Антоха Номер десятый Квинси Промес Полузащитник команда Ахмат Номер одиннадцатый Лечи Садулоев Нападающий Крылья Советов Номер четырнадцатый Александр Коваленко Полузащитник команды Ахмат Номер семнадцатый Владислав Карапузов Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Номер девятнадцатый Алексей Зудармирин Вратарь команды Ахмат Номер тридцать пятый Резван Ташаев Полузащитник футбольного клуба «Торпеда» Номер пятьдесят второй Равиль Нитвулин Вратарь команды «Локомотив» Номер пятьдесят третий Даниил Кудяков Нападающий воронежского факела Номер пятьдесят шестой Матвеев Аклов Полузащитник «Спартака» Номер семидесятый Павел Белюшин Нападающий в ПК «Урал» Номер семьдесят девятый Алексей Каштанов Защитник футбольного клуба «Краснодар» Номер восемьдесятый Егор Сорокин Нападающий в футбольного клуба «Локомотив» Номер восемьдесят пятый Иван Игнатьев Нападающий по нижней ноге Номер девяносто третий Тимур Сулейманов И главный тренер команды Валерий Георгиевич Газаев Итак, друзья, это общие составы Теперь на поле остаются стартовые Гасилин Давайте сделаем круг Немножко обнимемся Да, каждая команда обсудим Обсудим Немножко круг Круг, 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 круг А пока я оглашу стартовые составы Которые и начнут этот матч Конечно же, арбитры здесь Итак, коротко Стартовый состав Путь регионов Гасилин, Нахушев, Марухин Кудряшов, Маменко Путерпел Промес, Пеняев Судармин, Игнатьев, Худяков Остальных просим покинуть поле И начинаем матч пять на пять, друзья Поехали, поехали, поехали Судармин, Игнатьев, Худяков Два тайма по пятнадцать минут Грязное время Естественно И, конечно же, галкиперы Руками не играют Мы играем без вратарей Но ты в поле, естественно Руками мяч не трогаем Все очень просто Мы уже начинаем Все, уходим, уходим Начинаем, начинаем, начинаем Давайте громче, громче, громче Кто за регионы? Тогда поехали Счет 0-0 Да, как вы видите У нас галкиперы без перчаток Потому что руками играть нельзя Посмотрим Посмотрим С мячом Сергей Пеняев А что, очень неплохо Это первый гол Есть! Что ж, открыла команда пути РПЛ-счет И мяч в ворота Путильонов Забил Игнатьев Аплодисменты, друзья Первый мяч в этом В этом, в общем-то, выставочном матче В экспериментальном формате 5 на 5 15 минут Ну что, что делать? Ставку на путь РПЛ Она может и сыграть Как-то очень быстро И просто И легко Напоминаем, играем мы без ушло Максимально Судьи у нас все контролируют Прекраснейшим образом С мячом Гасилин Моментка Олег Георгиевич, вы так сильно зарядили своих, что они сразу в бой и, в общем-то, забили По-моему, игра равная Просто очень хорошая комбинация была И хорошая передача Вот пошел второй гол Второй гол пошел Ну, сейчас уже можно немножечко, да, так, по-футбольному посмотреть На площадку Что скажете? Много сегодня забитых ничей увидят? Ну, конечно Я думаю, что мы для зрителей сегодня играем Поэтому, естественно, зрителям что нужно? Голы Поэтому игроки постараются сегодня использовать любую ситуацию, любую голевую в момент, который даст результат Вы зарядили их на эффектную игру? Или все-таки результат важный? Абсолютно И это гол! Отлично Пятый Промес Выигрывается Супер Минэм Пеняев с мячом Атака в атаке Путь Регионов И нет, Галкипер Галкипер на месте Говорит, дай сюда Вот так вот, дай, да Собственно Именно так мы его и тренировали в команде нашей парнии Это гол Алексей Гасилин И счет равный 1-1 У нас здесь замена Оперативно Оперативно Леша, ну поздравляю, человек гол Ты виден? Я петь умолю Видел? Это с ума сойти можно Ты головой? Это просто эстетик И ты побежал? Давай поговорим Куда ты? Не заводись еще нормально Мы только начали Устал, устал Устал? Да ты две минуты играл, какой устал Отчего? Ну ладно, пять, пять минут Гаса, ты отпахал пять минут Пять минут Друзья, небольшая техническая пауза Неужели оттуда прямо сейчас спустится Карлсон? Как настрой? Еще один шаг, конечно Да теперь, кто первый долезет до потолка? Давайте я покажу Нет, не покажу, очевидно Я думаю, что это не такая страшная история Аплодисменты этому отважному молодому человеку Продолжаем Да, друзья, давайте немножечко активизируемся Уважаемые болельщики Осталось не так уже много времени Я понимаю, не так Локомотив А есть ли здесь болельщики футбольного клуба Женит Динамо Динамо Ку-ку Торпеда Яшев Агрон Амкал Петы Ты один был Это вы Ну громче, громче Тем временем у нас сухой Второй Амкал Аплодисменты Валерий Георгиевич, кто лучше? Быстрые, скоростные. Вот я получаю крупное удовольствие. Мы их так немножко сегодня проверили еще в техническом. Да, сегодня очень хорошее оснащение у игроков. Поэтому сегодня хорошая команда играем. Валерий Георгиевич, а вот скажите, как вы думаете, такого формата мероприятия, ну, пару десятков лет назад вообще было бы возможно? Ну, стали немножко другие времена, но вот что думаете, что-то подобное было или все было гораздо серьезнее? Было в советское время в рубашниках. Все московские клубы в зимний период играли. Вот такой мини-футбол выезжали за границу. Там тоже мини-футбол был 5-5, 4-6, 6-6. Это входило в систему подготовки к началу сезона. Поэтому вот такие сегодняшние праздники, которые устраивают матч, что очень, на мой взгляд, пропускают популярность футбола. Я думаю, что больше надо делать таких праздников, как посмотреть, сколько зрителей, все с большим удовольствием, детей сколько, смотрят сегодняшнюю игру. Играют профессиональные футболисты первой, второй линии. В премьер-линии первой линии. Спасибо, Олег Георгиевич. Общий счет нашего такого дружеского матча-челленджа. Все верно. 1-1. Это значит нас всех объединять. Сереженька, футбол, футбол. Все круто. Мы выстраиваемся здесь, друзья. И так как мы находимся на дружеской, приятной такой вечеринке, прямо здесь, прямо для вас. Давайте сделаем общую фотографию вот здесь, на центральной линии. Я прошу всех перемешаться и выстроиться взглядом туда. Да, здесь, друзья. Здесь, здесь, здесь. Давайте общее фото сделаем. Все вместе. Давай, Лёша. Ты будешь системообразующим здесь. Вокруг Сутермина все строятся. Давайте сделаем общую фотографию памятную. Уже подходит время. Нам стоит передавать слово в студию матч-тв. Там пройдет жеребьевка. Давайте все вместе пошумим, друзья. Этот голова-матч прошел. Эти челленджи прошли. Я приглашаю. Давайте. Вау. Я на сцену приглашаю торт, друзья. Чтобы это могло быть торт, торт. Пожалуйста. Ножи вручаются двум кавказским нашим тренерам. Наш предколокольник такой огоньком, естественно, должен совершиться тортом, чаепитием, чем угодно. Ножи, пожалуйста, тренерам передайте. И первые куски должны достаться лучшим игрокам сегодняшнего матча. Все это скоротечно. Все это быстро. Сереж, любишь сладкое? Бери самый ценный кусок. А, ну, говорят, Валерий Георгиевич Карпин не очень разрешает сладкое в сборной. Вот кто недавно был, сахарку-то хотелось немножко. Но ничего, сегодня можно. Все в отпуске. Всем спасибо за этот классный сезон. Спасибо за этот матч. Спасибо за этот... Конечно, давай, кто лучший-то был? Аккуратно. Да-да-да, смелее. Кто тебе, конечно, всего нравится, можешь немножко его подукрасить. Ну что ж, за всем все, друзья. Всем большое спасибо. Фонбет Кубок России продолжается. Это, естественно, такое. Мероприятие очень важное, отчетное по календарному году. Но, естественно, Кубок будет продолжаться дальше. И мы узнаем, кто поднимет этот главный трофей, который прямо сейчас находится на сцене. Кто станет его обладателем в этом розыгрыше. Да кто знает. Но главное, что мы сегодня все получили удовольствие. Валерий Георгиевич. Дорогие ребята, спасибо вам большое за сегодняшний праздник. Блестяще показали футбол. Очень хорошее техническое оснащение. Тактическое понимание игры. Мне очень приятно было. И все болельщики сегодня вам аплодировали. Я хочу пожелать вам, чтобы вы все были здоровы. И в национальном верности показывали отличный результат. Счастья вам и здоровья. Ну что ж, друзья, за всем все. Большое спасибо. Я передаю слово на сцену. И мы переходим к жеребьевке плей-офф футбол Кубка России 2022-2023 года. Всем привет. Да, спасибо тебе большое. Всем большой привет. Дамы и господа, уважаемые болельщики, через несколько минут мы вместе с вами окажемся в прямом эфире Матч ТВ и проведем эту жеребьевку. Я думаю, есть у нас еще несколько мгновений. Если вам это действительно интересно как никогда, занимаются удобные места, ну и еще раз низкий поклон и благодарность всем, кто принимал участие сегодня в челлендже и в самом матче звезд ФОНБ Кубка России. Вообще, это абсолютно беспрецедентная новая, свежая история для официальных соревнований в российском футболе. Пока все круто. Ждем жеребьевки. Скоро она стартует. Субтитры создавал DimaTorzok